Сегодня 14 сентября Православная Церковь отмечает новолетие. Церковный год начинается не 1 января и даже не 14, а 1 сентября по июлянскому календарю или 14 сентября по принятому теперь григорианскому новому стилю. Традиционно Новый год это время продведения итогов, составления планов на перспективу. Глава Наринмарского прихода Владыка Яков рассказал, каким был этот православный год для епархии, что удалось сделать для храмовой территории. Богоявленский кафедральный собор – своеобразная визитная карточка города. Каждый год духовенство и прихожане благоустраивают храмовую территорию. Появляются новые памятные знаки, беседки и даже уникальные для севера растения. Так, в конце августа рядом с памятником Иоанну III по инициативе Владыки Якова был установлен мемориал в честь пятилетия освящения Северного морского пути и 90-летия вхождения земли Франца Иосифа в состав нашего государства. Ровно пять лет тому назад, в сентябре 2013 года, на пограничном корабле с крестом пятиметровым установленным на верхней палубе, мы шли через все арктические моря Русской Арктики, освещая этот вожделенный для многих, но русский арктический путь на Дальний Восток, введший в Русскую Америку тогда и на Дальний Восток. Теперь об этом событии напоминает флагшток с тремя флагами пограничной службы России, Патриаршего проекта и военно-морской Андреевский. Черная мраморная глыба, найденная в тундре и корабельный якорь. Сейчас по всей территории храмового участка идут работы, тянут кабель, чтобы смонтировать современную подсветку для самого собора и объектов, расположенных рядом. Например, стелла-часовня. Ее осветили в пасхальные дни. По всем четырем сторонам ее будут установлены памятные доски. Две уже есть, третья находится в стадии производства. Кроме того, начато строительство водосвятной часовни в честь святителя Николая Покровителя Русского Севера. Однажды я подумал о том, что было бы хорошо иметь здесь наш собственный источник на территории храмовой, рядом с Богоявленским кафедральным собором. И Григорий Борисович Коваленко, который в свое время был мэром на Ринмаре, рассказал мне о том, что когда-то, когда еще не было этих современных зданий, здесь был колодец в непосредственной близости от нашей земли. Поиски водоносного уровня с первой попытки увенчались успехом. После возведения часовни, а владыка надеется, что устроить ее удастся в течение этого православного года, горожане смогут набрать здесь святую воду и обычную питьевую для употребления в пищу. Еще один символ веры на территории собора – крест. Прихожане привозят сюда камни со всех уголков земного шара, значимых для православных верующих. Когда был совсем недавно в этом странстве по Маточкину шару, по следам экспедиции Федора Розмыслова, взял от подножия креста, который установлен на вершине сопки над поселком Северный, там, где проводятся ядерные испытания, составляющие основу нашей самой главной защиты отечества, ядерных сил. Я взял белый камешек от подножия креста, принес его сюда. На завершающей стадии строительства церковный терем. Сюда переедет свечная лавка. Ну а что касается нового православного года, его также принято отмечать в кругу семьи. В отличие от традиционного нового года, который выпадает на самый разгар поста, в новолетие не накладываются запреты на праздничный стол. В этот день вы можете побаловать себя и своих близких самыми лучшими угощениями. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».